Дорогие друзья, 8.00, точное киевское время. Валерий Тельменко, Лейла Мамедова, информационный марафон, телеканал Freedom, работаем для вас, традиционная оперативная информация. И ряд тем предлагаем вам для обсуждения, в частности, поговорим о ситуации на фронте, о том, что происходит в Курской области. Также сегодня узнаете, как Кремль продуцирует и продолжает продуцировать полную цензуру в Российской Федерации, о санкции против газовой сферы в России. Эти темы не только. Сегодня предлагаем вам для обсуждения. Мы начинаем традиционно с оперативной информации. Один человек погиб, четверо ранен, и вследствие атаки России на населенные пункты Сумской области. Об этом сообщили в областной военной администрации. По состоянию на 9 вечера 6 сентября, россияне 70 раз обстреляли приграничную территорию. Противник бил управляемыми авиабомбами и беспилотниками по населенным пунктам Краснопольской общины. Атакам российской армии подверглись 10 общин. Великописаревской противник бил ФПВ дронами, артиллериями и минометами. По Шалыгинской россияне ударили из СРСЗО. Также наиболее интенсивные обстрелы были в Серединобудской, Великописаревской и Дружбовской общинах. Заставить Россию искать мир, призвал президент Украины на заседание Рамштайн. Он также поблагодарил партнеров за помощь, однако отметил, Украина противостоит агрессору с минимальным количеством вооружения. По словам Владимира Зеленского, очень важно, чтобы каждый анонсированный пакет военной помощи начинал работать как можно быстрее, без задержек. Президент также подчеркнул, Украина действительно хочет закончить эту войну и хочет мира. Мы хотим прежде всего спасти наших людей и нашу страну. Это Путин не хочет мира, и он одержим территориальными завоеваниями. Ему нужны наши города или развалия, на которые от них останутся. Именно поэтому нам нужна сила. Мы должны заставить Россию искать мир. Мы должны заставить российские города и даже российских солдат задуматься над тем, что им нужно, мир или Путин. И подтолкнуть их к выбору мира вполне реально. Мы должны... Ну и эта тема, кстати, итоги Рамштайна, очередной встречи в этом формате, также сегодня одна из ключевых. Будем обсуждать с нашими гостями, не пропустите ее также. Система ПВО и ракеты КНИМ – один из приоритетов Украины на заседании как раз контактная группа по обороне Украины. Об этом заявил министр обороны Украины Рустам Умеров. По его словам, среди приоритетов также артиллерийские боеприпасы, техника для украинских бригад. Умеров добавил также важное усиление дальнобойных возможностей для Украины. В частности, путем поддержки и финансирования украинской оборонной индустрии. Акцент на ПВО – критически важный компонент нашей обороны, особенно в контексте защиты гражданского населения и инфраструктуры от российских воздушных террористических атак. Отдельно остановились на укреплении оборонного потенциала Украины. Украинская оборонная индустрия имеет возможности, потенциал, работаем над тем, чтобы совместно с нашими ближайшими союзниками производить больше оружия в Украине. Рустам Умеров, министр обороны Украины. Фейсбук. США, Украина и некоторые страны ЕС работают над разработкой и созданием замены для зенитной ракетной системы С-300 и ракеты класса «Воздух-воздух». Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин на открытии заседания в формате Рамштайн. По его словам, для долгосрочного противостояния агрессии России Украина должна развивать собственные возможности по производству оружия. Кроме того, Остин сообщил, США выделили более 200 миллионов долларов на закупку компонентов для производства БПЛА и систем радиоэлектронной борьбы. 77 танков «Леопард-1А5» передадут Украине, Германия, Дания и Нидерланды. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус. Также немцы поставят Украине еще 12 самогодных арт-установок «Панзерхаубица» на 150 миллионов евро. Шесть из них будут уже в этом году, еще шесть в следующем. Россия усиливает авиаудары по Украине. В настоящее время это самые интенсивные атаки с начала полномасштабного жестокого российского нападения. И Россия это также становится очевидным, атакует гражданские военные объекты, все более и более хаотично. Она хочет разрушить украинскую энергетику и уже в какой-то степени сумела это сделать. И, конечно, больше всего от этого страдает мирное население. Усилить военную помощь Украине во время тяжелой фазы войны призвал союзников по альянсу генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он также отметил важность очередной встречи контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн». По его словам, такие встречи приносят большие изменения на поле боя и спасают жизни украинцев. С начала Курской операции прошел месяц. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на заседание «Рамштайн». По его словам, именно отсюда Путин собирался расширить войну и наступать на украинские территории. Однако за время операции вооруженных сил Украины в Курской области российские войска потеряли около 6 тысяч человек. Среди них и ранены, и убиты. Мы переломили ситуацию своим контрнаступлением, отодвигаем войну в глуби России. Сегодня мы контролируем территорию в Курской области площадью более 1300 квадратных километров. Это 100 населенных пунктов. Российские войска оставили значительную часть этой территории. Они просто скрылись, увидев приближение наших войск. Конечно, значительную часть территории взяли под контроль наши силы во время боев. Благодаря нашим действиям нет угрозы, что Россия начнет новую наступательную операцию на нашей территории против города Сумы, как это было в мае этого года, когда Путин начал наступление на наш город Харьков. Испания присоединилась к еще двум коалициям по обеспечению оборонных возможностей для Украины. Это IT-коалиция, в которой лидерскую роль играют Эстония и Люксембург, и морская коалиция, которую возглавляют Норвегия и Великобритания. Также Испания передает Украине полную батарею системы ПВО «Хоук» с шестью пусковыми установками. Нидерланды передадут оборудование и материалы для техобслуживания украинских истребителей F-16, а также ракеты класса «Воздух-Воздух». Об этом сообщили в Министерстве обороны Нидерландов. По данным ведомства, общая сумма этого пакета помощи составит 80 миллионов евро. Часть средств направят на вспомогательные материалы, такие как генераторы, специальные инструменты для ремонта авиатехники. Литва выделит 10 миллионов евро на закупку украинского дрона «Поляныця». Об этом рассказал бывший глава Минстертипрома Александр Камышин. По его словам, во время заседания в формате «Рамштайн» Киев призвал партнеров закупать больше вооружений именно у украинских производителей. Сейчас детальнее поговорим о том, что происходит на поле боя. Покровское и Кураховское направления остаются самыми сложными на фронте. По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки противник совершил 45 наступательных действий на Покровском направлении, 41 на Кураховском. Российские оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровка, Константиновка и Георгиевка. Сложно и на Торецком направлении, там россияне активно применяли штурмовую и бомбардировочную авиацию. Атаки захватчиков также были на Харьковском, Купинском, Лиманском, Северском и Краматорском направлениях. Всего 6 сентября произошло 165 боевых столкновений. Противник нанес два ракетных, 57 авиаударов и почти полтысячи ударов дронами Камикадзе. Совершил свыше 2700 обстрелов позиций украинских войск. На Покровском направлении украинские военные отбрасывают россиян, проводя небольшие контратаки. Как пишет издание Forbes, то работают несколько бригад, которые до этой операции были в резерве. По данным издания, сценарий Захата Покровска все менее вероятен, поскольку в 20 километрах от города находятся свежие, хорошо оснащенные украинские войска.